Другая украинская история, которая еще недавно наделала много шума и потом как-то позабылась, с новой силой обсуждает Германия. Речь о Юлии Тимошенко, ее тюремном прошлом и освобождении, на котором так настаивали на Западе, давили на тогда еще президента Януковича. Как выяснили немецкие журналисты, это была целая пиар-компания, которая обошлась в сотни тысяч евро. И известно, кто за нее заплатил. Репортаж Ивана Благова. За этим реалити-шоу «За решеткой» следила вся Европа. Газовая принцесса скандалит, объявляет голодовку. И вот уже президент Германии Гаук отменяет свой визит в Киев. Всеевропейское осуждение президента Виктора Януковича. Эту музыку, оказывается, просто заказали. В этом здании находится офис пиар-компании GPRC, которая, как уверяют журналисты Шпигеля, и стоит за информационной спецоперацией по освобождению Юлии Тимошенко. Ну что ж, позвоним? Вот, GPRC ГМБХ. Звоним. Мы ищем господина Пановка. К сожалению, его нет на месте. На телефонные звонки неуловимый пиарщик тоже не отвечает. Мы дозвонились до его коллеги Игоря Побережского. Мы не даем комментариев. Пиарщики скрываются, вероятно, после того, как Шпигель опубликовал фрагменты их электронных писем. Там все, и что делали, и сколько это стоило, и кто оплачивал банкет. Работа началась уже спустя несколько месяцев после ареста Тимошенко. 20 декабря 2011 года фирма «Инвестор Италия» перевела 250 тысяч евро на счет берлинского филиала «Коммерцбанка». Вторая половина выплаты на ту же сумму по контракту должна была быть перечислена позже. Владельцем «Инвестора Италия» долгое время был Арсен Аваков. Тот самый Арсен Аваков, который сейчас занимает пост главы МВД Украины. Эксперты говорят, то, что обнаружил Шпигель, это лишь часть большого коррупционного пазла. Можно вспомнить бывшего министра экономики, кабинета министров Тимошенко, Богдана Данилишина, который был в розыске при Януковиче. Все эти люди довольно состоятельные, люди наворовавшие при премьерстве Тимошенко и таким образом желавшие защитить свои капиталы. В том числе и Аваков. Разыгрывать карту Тимошенко к тому же было выгодно. В 2012-м на Украине как раз были парламентские выборы. Деньги поступили, работа закипела. В течение нескольких лет об этом задержании говорили, что Тимошенко обаятельный и невиновный политик, которую отправил в тюрьму Клиптоман Янукович. И что Тимошенко на грани смерти. Ее дочь широко все это распространяла. Активно распространяли и немецкие СМИ. От бульварной прессы до федеральных каналов. Лицом компании выбрали дочь Тимошенко Евгению. Интервью самому популярному таблоиду в Германии. А вот Евгения Тимошенко уже на ЦДФ, втором канале немецкого телевидения. С ней даже встретилась канцлер Ангела Меркель. Но, конечно же, венцом компании стал визит в камеру к несчастной узнице врачей клиники Шарите. Вот какие инструкции давали пиарщики. В одном из электронных писем GPRC написано. Врачи приезжают. Говорят, что Юлия Тимошенко тяжело больна. И больше ничего. Журналисты и политики потом самостоятельно сделают свои выводы. Все дошло до того, что освобождение Тимошенко стало чуть ли не одним из условий евроинтеграции Украины. Янукович проявил упрямство, расчет не оправдался. Но это если лишь верить в то, что организаторы пиар-компании действительно хотели освободить экс-премьера, а не потопить президента. Тимошенко вышла на свободу лишь после событий на Майдане. Тогда же выступила перед толпой, сидя в инвалидной коляске. Совсем скоро стало ясно, тем, кто так бился за ее освобождение, политик Юлия Тимошенко не нужна. Точно так же, как и самой Тимошенко, не нужна инвалидная коляска.